тут я этот вебинар хотел посвятить как раз проблемам взаимодействия с продуктами adobe и принципе у нас здесь ты сейчас версии c6 и не стал здесь менять на сессии 2015 хотя было такое искушение потому что здесь проблемы все равно в общем решаются теперь по поводу значит вот этих самых взаимодействий сначала давайте немножечко вспомним чем занимается вот эти наши продукты вот и какие задачи решает в общем-то индизайн интересно конечно было спросить у кого есть опыт работы в этой программе из присутствующих и но приз сейчас будет куча ответов и сейчас я просто напомню такие моменты что когда мы работаем с дизайном то вы создаете новый документ и одно из самых важных моментов здесь это выбор это выбор вот этой опции интим print вот когда вы выбираете назначение вашего документа то есть если вы делаете для печати то конечно надо выбрать print если для вы бы то вы выберете в я сейчас не буду сильно ориентироваться на полиграфии больше посмотрим решение таких знаете бытовых задач с помощью вот этих комплексов потому что решение полиграфических задач всем все понятно файл сохраняйте файл поясом помещается а вы имели как вызовут наталья в наталья вы имели опыт работы с этим программами вообще как с полиграфии работали тоже да но для полиграфии конечно когда помещать команды файл поместить до файл ну в принципе такой способ самому используется вот но бывает необходимо и в немножечко по-другому поработать чем дизайн конечно хорош вот у меня есть вот этот мой лист я могу его разместить как угодно в индизайн для этого огромное количество возможностей и я могу куча колонок на создавать любые сетки создавать могу вот таким образом создавать могу создавать через направляющие любые варианты колонки сетки 12 колоночная сетка знаменитая вот он такая идет с кучей настроек вот и дальше по ней работать размещать объекты различные например это будет шапка сайта там еще что-нибудь вот и размещать сюда какие-то объекты и потом я могу добавлять сюда материалы и когда мы работаем в индизайне то мы можем добавлять и кучу страниц и принципе программа конечно ориентирована на работу с большим количеством страниц и принципе с эти проблемы она справляется просто нора и когда мы помещаем из например материал какой-то да я помещаю сюда беру копирую там control c вот помещаемый дизайн или поиск например команда идет поиск вот и здесь у меня вот этот текст размещается я могу быстро создать много колонок как вы знаете я сейчас просто обсуждать что можно сделать с помощью программы например 4 колонки там 10 пикселей средних вот я получаю материал заголовок я могу сделать красивым и дальше могу например эту надпись распространить на всю колонку вы наверно знаете операцию которая называется спан колумбс который позволяет объединить колонки и могу сделать что у меня вот те колонки объединены спан колонки вот и получаю вот такой большой текст красивый вот и вот так материал идет вот и в индизайне я могу вот этот вот материал очень здорово разбросать на кучу страниц и в принципе работа с текстом это как раз фишкой дизайна и я могу добавлять эти страницы как вы знаете текст не влез я могу шифтом сюда как добавить ведь у меня текста дальше размещается если нужно будет добавлена куча страниц таким образом и дизайн специализируется больше на работе с текстом и на в общем-то работе со страницами большое количество страниц большое количество текста это для него если мне нужно там сделать какой-нибудь красивый обтекание это вы знаете делать тоже без проблем в любом варианте вот и таким образом я в дизайне решаю именно такие задачи но если например я хочу ставить сюда какую-нибудь картинку вот и беру отсюда к первую и вставляем дизайн вот он такой большой красивый ставился но увидите что у меня конечно форма никакая не соблюдается и принципе я не могу здесь видеть прозрачность то что нет я могу быстро преобразовать объект значит в данном случае как видите вы липс могу быстренько настроить форму этого объекта но вы заметили что я когда настрою форму этого объекта я спокойненько уменьшаю саму форму регулирую сам контур объекта и у меня сейчас получается что лишняя часть она автоматически остригу я могу конечно перемещать объект внутри контейнера и дизайн работает по умолчанию с этими контейнерами я это сейчас взял через буфер обмена и сейчас я могу с этим объектом работать конечно по большому счету я должен был поместить команды file place вот эти картинки place то есть я должен был сохранить и поместить но там и так в принципе обсуждать особо нечего потому что если я эту картинку сохранил то есть она у меня есть я копирую например даже такая скопировал ставил photoshop вот она ставилась но если сейчас я отсюда эту картинку возьму я получил с таким же белым фоном ничего нового не будет вот и тогда она мне вот такая что я должен сделать чтобы у меня был кружочек какие варианты обтравить вот обтравить но у нас какие есть варианты либо оттравить его можно маску сделать можно поступить как вот таким образом растянуть выделение да в общем-то подправить его здесь вот выделите инверсия принципе по разному можно поступить да но допустим вот у меня допустим поряд устраивать select inverse делить и прозрачный фон вот если я сейчас эту картинку сохраняется в с и сохраняю там папочку какую-то там в каком формате тогда должен сохранить я должен сохранить том формате где прозрачность поддерживается не удивительно ну что она поддерживается у нас в psd и в куче других форматов на самом деле но если буду сохранять например формате jpeg то прозрачность конечно я не увижу понятно да то есть jpeg никак не поддерживает прозрачность но опять-таки для полиграфии конечно psd можно использовать тип с прозрачностью но если тип брать с прозрачностью то тогда тут надо момент такой отследить мы должны здесь мы включить вот эту опцию c3 спрос и иначе мы ничего не увидим точки зрения то есть прозрачность мы не увидим это это не очень рекомендуется потому что вы видите сообщение сразу что но программ который не поддерживает прозрачность в тифе во-первых во-вторых файл вас возрастает выявили как поэтому способ не очень хорошие но я сохраню формате psd и могу формате png сохранить если для веба то будет самое но и допустим один psd сохраняю и теперь я помещаю эту картинку команды файл place и помещаю я потом один psd идет как видите все великолепно прошло но тут вопросов нету и помещать таким образом из photoshop все как бы это проблема достаточно известная а если я хочу поместить например через буфер обмена отсюда ну например смотрите сколько действий я сделал чтобы сделать вот эту картинку с прозрачной да вот этот кружочек то есть я должен что сделать я должен эту картинку ну например сохранить виде файла до первое действие как ряд 2 открыть photoshop так потом ее выделить убрать фонда сохранить и поместить перевод дизайн вот эти действия то есть я должен photoshop и открыть все это сделал вот но это очень хорошо если мы сделаем такую серьезную продукцию большую красивую а если мы делаем допустим какие-то материалы дополнительного плана или мы веб страницу делаем макет какой-то или нам нужно быстро что-то сделать и нам не нужно полиграфическое качество где очень высокие требования подъявляются что тогда тогда по большому счету его я могу сделать как я в общем-то делал правой кнопкой копировать это одно действие да я беру картинка какой-то принципе она может любой абсолютно картинка потом здесь я даю команду edit paste ну а дальше если форма круговая то я ей подбираю нужную форму да то есть принципе достаточно быстро можно сделать я получаю принципе нормальный качестве могу уменьшить ее качество станет получше и так далее но а можно ли вы не дизайне как-то избавиться от этого окружающего входа как думаете попробуем вот у него есть хорошая команда клипинг пав я могу включить автоматическое определение границы и посмотрим что он здесь творит что-то по моему не очень ой красиво смотрите новый шедевр появился на ходу но с другой стороны я могу потом подправить но чем это тогда отличается от борьбы с формой объекта с этой самой круговой формы в общем-то ничем практически не отличается и получается что как бы нам толку от этого особо нет и но в принципе зато я могу быстро форму на белом фоне в общем-то обработать без проблем вы видели здесь идет тенюшка вот например такой смайлик идет вот я копирую вставляю сюда и теперь запускают эту операцию клипинг попавшим самую и теперь там прорезу ну для сельской местности например сойдет я получаю как видите у меня на прозрачном фоне все это идет вот возможно останется бешеный там какой-то ореол возможно то что есть смотреть на темном фоне то волна возможно самые разные сюрпризы но мы сейчас говорим про таких приемов общем то взаимодействие и как можно быстро решать проблемы на таком фоне как видите не очень здорово смотрится на черном но на белом фоне проблем особых не будет зато я по сути в два щелчка сделал такую решил задачу я через буфер обмена напомню в общем-то перебросил картинку вот а можно ли было бы это действие сделать через photoshop то есть я из photoshop перебрасываю вот я подушу ты вот так у почистил и теперь даю команду но я выделяю сейчас могу выделить вот так вот и select инверс сейчас меня выделено то что нужно я даю команду control c он дизайн даю команду edit paste и вот мы с вами видим такую ситуацию то есть получается что из photoshop вы дизайн перебросить картинку я не могу с прозрачностью никаким образом я могу здесь чего хочу сделать в общем то могу эти обтравочные контуры сделать и так далее толку не будет никакого вот но в принципе если бы картинка была посложнее я мог бы например попробовать таким образом сделать я мог бы из этого выделения сделать контур make work path это ремонт в ком это операция когда мы выделение преобразуем контур кривой ну и это можно для этого использовать но принципе я получил вот этот контур и принципе я рассчитываю сейчас на то что например этот контур я могу использовать в индизайне то есть я быстро получил вот этот нужный контур и сейчас я контур для разных задач хочу использовать в индизайне ну что я делаю control c выделен control c в дизайне до едет опа а поиск у меня недоступен да вот есть это нету вот может зайти в настройки в референсах три борт хендлинг у дизайна есть принципе разные настройки и попробую включить пример pdf могу включить всю информацию вставлять но с этим настройки можно поиграть в общем то но тут от ситуации зависит и дают снова команду но и дисплейс по прежнему недоступен то есть контур отсюда из из photoshop вот это воркав я могу переименовать я могу его сделать клиппинг паф я могу что угодно с ним сделать но вот этот контур вот так я не могу правой кнопкой команды ну как видите копию пав операции нету вот хотя если я сделаю едет копия edit-пэйст в самом photoshop то видела мне появился второй контур то есть но когда я попытаюсь поместить он дизайн control в или видит пейс они недоступны не работает она так поэтому на уровне кривых из photoshop в indesign перебросить вам никаким образом не удастся вот напрямую только через форматы psd и в принципе я мог бы попробовать перебросить через иллюстратор хотя вот здесь он могу попробовать создать новый документ дать команду едет пейс вот он спрашивает как лучше перебрасывать сейчас рейс мы не особо увидим и так вот он пришел вот такой контур теперь всем контур виден то есть из люстра из photoshop в иллюстратор я могу перебросить теперь из люстра 3 я могу перебросим дизайн посмотрим можно ли и едет то есть пожалуйста перебрасывает но увидите как он перебросил что это мне получилось а получилось у меня сейчас что это в общем то идет нет кривая да просто объект вложены то есть у меня здесь в иллюстратор идет обычная кривая как видите запустим допустим самый обычный репс идет control c design control в ну это уже не элипс как видите то есть это не не объект получается посмотрим что у нас там с настройками фотошопе может здесь имеет смысл что-то там по шаманить по моему здесь нечего шаманить то есть у него вот файл хендлинг и здесь в общем не настраивать особо нечего и получается что я сейчас нахожусь в иллюстраторе у меня нет иллюстраторе вот у меня есть какой-то контур я хочу его скопировать каким-то образом этот копия теперь я в дизайн хочу поместить и команду поиск меня получается дает просто картинку из иллюстратора хорошо попробую теперь сделать немножечко по-другому попробую ему снова включить отключить это prefer педы истинга вот посмотрим может быть так получше будет нет все то же самое объект копия так ну ка ну ка ну ка ну ка а вы заметили нюанс и так что получается а получается что у нас здесь одна есть настроечка настройка связана непосредственно с и дизайном вот настройка прибор хендлинг и принципе у вас включена может быть я не помню на по умолчанию включена или нет prefer pdf в n-pasting но вы заметили что когда эта настройка была включена в общем-то вставку меня не проходила а сейчас когда я отключил то вставку меня вот это проходит теперь я могу кривую скопировать из иллюстратора и его дизайн вот она прекрасно помещается именно виде кривой поэтому принципе я могу это привык править без проблем и дальше смогу с ней делать все что захочу принципе вот эта настройка по-моему на самом деле можно так напрямую копировать она по умолчанию отключена то есть принципе его особого смысла нет включать еще разок в речь идет а вот это замечать настройки либо ртинг вот вот этот настройка должна быть отключена если вы хотите звезды с иллюстратором обмениваться материалами теперь мы сейчас видим что можно из таким образом перебросить из photoshop в иллюстратор из иллюстратора в дизайна так напрямую кстати а можно ли из и дизайна кривую перебросить photoshop хороший вопрос я нахожусь в индизайне вот вот это вот какая фигурка я могу control c и photoshop control в без проблем но только вы вы здесь не увидите никогда кривую а так все ничего то есть это будет у вас векторный объект конечно же вот и есть например я в он дизайне хочу сделать ну допустим вот этот сюжет поместить каким-то образом фотошоп вот такой фрагмент я копирую control c теперь фотошопе допустим у нее допустим даму большой формат пусть будет живи пока что control v он как видите он поместился но что с ним могу сейчас сделать перетаскивается он хорошо вот точно верю что-то векторный объект с видом какой-то очень расстроен но мы сейчас проверим так его сильно уменьшу потом сильно увеличиваю ну как видите в общем-то катастрофу нету даже в чем-то он получше стал то есть он вот этих smart объект он обрабатывает по-своему и когда мы копируем из дизайна photoshop мы получаем smart объект с которым может делать все что угодно но мы помним и помню что мы задержали скопировали до дизайна но вот это векторный смарт-объект наталья вы работали со smart объектами на самом деле а вы знаете смысл smart объектов вебинары не буду вас спрашивать там много народу наверняка многие работали с этими объектами но смысл у них очень простой то есть если например у меня есть фотошоп и допустим у меня есть какая-то картинка размер допустим я какую-то штуковину адам да тоже самый текст я уставляю сюда видит поиск вот но я сейчас растрирует этот объект вот это обычный растровый объект идет самый обычный растровый я уменьшаю его что произошло у меня с пикселями они пересчитались и все у меня плохо теперь пока понятно вот я теперь увеличиваю объект и вы что получается явно лучшую сторону не стало что произошло пиксели пересчитались и поэтому сейчас у меня здесь размер гораздо меньше вот так что сделаю потом я вот так сделаю его вот с каждым разом становится все хуже и хуже и проблема здесь большая если же я бы сделал таким образом я поместил пейс вот и допустим даже растрировала сейчас ездил дал команды расстараюсь вот но я сейчас не буду уменьшать я сейчас делаю вот что и сейчас превращу smart объект конверту smart объект получи сейчас что произошло это объект photoshop поместил как в контейнер и теперь я могу размеры контейнера менять вот я уменьшил теперь я увеличу его вот и смотрите если проблемы с качеством нету потому что он посчитает объект помещен виртуальный контейнер такой я могу что угодно с ним делать ну конечно он не может стать лучше чем был изначально то есть он там может быть только хуже вот но когда я помещала через буфер обмена у меня уже создался smart объект то есть блин принципе пока его не пересчитаю он будет у меня и работать без потери качества что касается соблюдение цветов и прочего конечно там все соблюдается если бы я этот фотошоп покрасил какие цвета то это бы тоже процент прошло то есть из фотошопа в то есть и за дизайн фотошоп мы с вами получаем на smart объекты а дальше чего хотите с ними фотошопе то и делаете вот а что я получил из фотошопа в иллюстратор то есть я сейчас вот это все уделяю control c и в иллюстратор сюда вставляю control в так найдите ради что не так вот так в дизайне так подошел в эту иллюстраторе обтекание ведь вот этот объект обтекание видно да но в иллюстраторе обтекание потеряны сейчас я конечно могу его установить это обтекание вот почему мы сейчас не работает в бинар как вы думаете почему он сейчас не работает обтекание есть предположение запутались этих манипуляциях почему вообще не может не работать обтекание когда мы делаем его в иллюстраторе но вы знаете здесь у иллюстратора на самом деле два подхода стих тексту это обычный текст вот такой когда построчный ведет на текст создается инструментом ты вот так вот создаете его вот это вот обычный вариант обычные строки текста а если вам нужно текстовый контейнер создать вы рисуете вот как инструментом ты вот и у вас идет вот этот текст обтекание касается только вот такого типа текстов и обтекающий объект должен быть на переднем плане обязательно помещаю на передний план и выйти обтекание заработала но это обтекание прекрасный видят у нас вот этот объект или совершенно и не видят вот эти объекты как вы видите и получается что что мне с ними делать теперь вот с этими объектами то есть у меня в дизайне был вот этот набор текста и я могу его каким-то образом перебросить но как я могу перебросить иллюстратор вот если сейчас вот этот объект снова выделю и снова сюда вставляем ударю старый вариант control вы видите как он вставляется он вставляется именно как вот отдельно вот эти блоки но чтобы сделать из них большой блок вот эту такую область я могу попробовать конечно тайп вот и здесь ничего здесь нету не позволяет мне преобразовать никаким образом его в отдельную вот самый в контейнер отдельный блок я могу преобразовать таким образом вот и поэтому здесь принципе я могу например текстовый контейнер в иллюстраторе который вот так создан контейнер я могу попробовать преобразовать так не позволяет то есть просто это идет как видите просто набор строчек вот и преобразовать вот так в отдельные тексты и иллюстратор не позволяет и в принципе получается что теперь ну как бы я конечно могу попробовать взять и выполнить операцию какую-нибудь выполнить даже не поймешь какой-то раз выполнять с ними группировать бесполезно вот могу конечно по finder выполнить объединить но тогда я стану сейчас как бы с кривыми мне нужны тексты вот поэтому в данном случае получается что если я из-за дизайна в иллюстратор копирую вот это разбиение она полностью в общем-то разбрасывает мне тексты и дальше с ними работать уже бесполезно как с одним контейнером но я могу сделать по-другому конечно я могу сделать вот так я мог выделить весь этот текст контролла control c но сейчас я выделяю как текст заметили как текст я выделяю переключаю иллюстратор и теперь удаляю все это отсюда и до команды control в вот сейчас перед вами самый обычный текстовый контейнер или нет ни текстовый контейнер он не опять сделал кучу строчек текста вот но в отличие от контейнера точнее в отличие от предыдущего способа я могу все это выделить control c скопировать и вставить в отдельный текстовый контейнер у так его нарисовав control v все теперь я получил текстовый контейнер вот он такой идет эти текстовый контейнер отличается от обычного текста тем что когда я изменю размеры текст перераспределяется внутри а здесь ведь что происходит с ним он сжимается да то есть принципе то самый обычный текстовый блок перед нами хорошо а если вы то есть получается что если я хочу тех перебросить из люстра и за дизайна в иллюстратор вот так напрямую то тогда я должен выделить текст скопировать его вот а в иллюстраторе чтобы потом не мучиться с вот этими преобразованиями заранее создать текстовый контейнер вот так вот и сюда вставить команды edit paste он прекрасно сейчас воспринимается как контейнер но при этом я теряю форматирование текста тоже форматирование тексту до суда не дойдет никаким образом то есть я могу выделить цвет цвет текста какой-то другой задать синенький потушок красненький например вот опять control a control c и теперь в иллюстратор вместо всего этого control в ничего этого нету и принципе иллюстратор еще раз глянем настройки файл файл фэндлинг вот и он сейчас но видите здесь копия стоит настройка из иллюстратора а пейс в общем-то особого и нету настроек то есть как он вставляет здесь нигде не настраивается поэтому здесь мы ничего сделать не сможем остается здесь заносить дело форматировать тогда из индизайна в иллюстратор но а если я текст перебрасываю из иллюстраторов и дизайн то есть например у меня в иллюстраторе есть вот этот текст и допустим я даю размер 36 для заголовка даю ему красивый цвет из найду отсюда вот так вот копируем или control a control c и теперь обратно вставляю в дизайн он кашу эта картинка картинка вот хорошо а если я вот так сделаю едет пейс это боюсь тоже картинка но эта картинка она огромная и никуда не влезающие посмотрим с настройками прибор хендлинг может на этот раз ему включить например видите место и стол information вот и а вот еще prefer pdf вин пейсинг ну вот так я поставлю в принципе он информация тексту относится он сейчас текстами не понимает стало не лучше мягко говоря текст создавать бесполезно тут и таким образом я сейчас видите видите я выделил текст да вот этот текст просто и если я выделяю вот этот текст я у копирую идет копия я переключаюсь мой дизайн и теперь допустим текстовый контейнер я пытаюсь ставить выйдет поесть о ну-ка вам не кажется у нас есть прогресс чуть такое нас случилось да в принципе вот но давайте еще разок помните там настройка у нас было ли борт хендлинг вот вот этого префер под префер pdf вин пейсинг я ее отключал я уже не помню для чего но пришлось отключить что-то там у нас начальник получалось там с кривым потому что это было не то да 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 там я кривые копировал из люстраторовый дизайн и они картинки приходили теперь теперь я столкнулся с тем что когда я копирую из иллюстратора контролла он полц и дизайн он пол в он не приходит вот такой страшной картинкой вот он нам приходит страшную картинку теперь я отключаю эту настройку либо хендлинг префер точнее включаю префер pdf вин пейсинг глубинную ее суть рассказать сложно но тем не менее в общем то увидите последствия работает и теперь заново копирую для частоты эксперимента control c он был от control c в дизайн едет пейс тоже даже не создаю никаких контейнеров так копия с 1 в деф вот принципе у меня все нормально идет еще разу скопировано всех случаев детку дизайн едет пейсинг вот так вот что-то не идет хорошо им снова от настройка включу клейборд хендлинг отключу точнее вот эту настройку заново скопирую идет копия даже поэтому сокращение сейчас не использую на всякий случай или пейсинг все нормально так в общем итогом в общем то и мы либо манипуляции с настройками вы видите сейчас я отключил эту настройку да и принципе он не все нормально сейчас то вот когда он включена я уже немножечко сам запутался на когда была включена или когда она была включена но когда она остав assessments и правильно учета неправильно сейчас ведь те вставлял сейчас я отключил и все нормально пошло там то есть я могу текст создать вот так вот ставить его могу команды просто идет поистое вот так что все нормально идет но как வ и форматировать и опять не сохраняется отсюда а если вот как блок от сюда 100k Inn то есть-никак тексты выделяю а как блок его и тогда control c переключаю дизайн control в но вот эту картину мы уже с вами видели сейчас он идет как объект вот и поэтому он не понимает он воспринимает это все как набор объектов даже если я с той настройки по манипулируем заново здесь копируем на этот раз он сет не ровнулся но в общем то видите опять идет картинка то есть получается на уровне объектов я не могу из иллюстратора вставлять в дизайн и тогда если мне нужно из иллюстратора в дизайн материал перераспределять я тогда должен отсюда скопировать его именно инструментом т его дизайн ставить уже в принципе можно вставлять как угодно он надо мной издевается наверно сразу сделаю больше не буду ему что мне уже немножечко тоже он утомил своим интересным поведением нет сейчас нормально да вот такие вот здесь есть разные сюрпризы поэтому я как бы показывают эту тематику она ведь такая немножечко скользкая но она весьма занятная то есть потери форматирования у нас на лицо к сожалению павел спрашивает может быть действительно глючит вы знаете трудно сказать в общем то но если я сейчас вот вот еще разок до контролла контрол c здесь контрол вы видите вот так он ставил теперь вот так рисует едет поесть опять неправильно что вот так теперь он было и теперь я сделаю кратку едет копий не контрол c и теперь он дизайн едет ну соответственно здесь наверно тоже не пойдет то что видите там она не проходит и здесь тоже не проходит похоже мы наткнулись на один из глюк взаимодействие ну тут видите что получается если сейчас вот этими настройками поманипулировали перезапущу может быть станет лучше но но тут как бы вот проблемки такие могут быть но в любом случае вы заметили форматирование сохраняется а фотошоп например вот у меня фотошоп сейчас идет я сейчас удалю штуковину а здесь если я например беру из иллюстратора этот материал даже вот так ты беру контрол цель переключаюсь повезет перевести получится как вариант вот теперь но едет то и здесь давать можно конечно но я боюсь что это будет ведь совершенно вообще не то и сейчас я инструментом ты создаю текстовый объект или пейс ну вот и сказал больше всего удивляет вам не кажется то есть получается или за иллюстратора в фотошоп у меня сохранилось вообще все форматирование все что было там из иллюстратора в дизайн я во первых теряю все форматирование во вторых она раз на раз еще и не приходит не текстом приходит а может отдать фотошопа отсюда перебросить дизайн вот этот текст попробуем перебросил то есть если из иллюстратора нужно с гарантией перебросить текст есть такой замечательный способ вы перебрасываете control a control c photoshop сейчас пока удалю но фотошопе вы создаете текстовый контейнер заранее едет то есть потом пришел сюда здесь скорее всего на текст листом не влез но в данном случае может через блокнот это делать в общем ты потому что между ними тут всякое бывает но сейчас видите здесь вот это форматирование прошло через блокнот мы потеряем и теперь принципе я могу заново забросить его в дизайн туда вот он прекрасно бросился вот мы здесь форматирование будет потеряно вот мы сейчас море вот это перебрасывание через блокнот тоже отличный вариант единственно с блокнотом там может со строчками неправильных порезать там бывает такое неправильно концы строк понимает и там может получиться так что у вас здесь по-другому будет разрублен текст уже как бы нарезан то есть исключить невидимые символы то сейчас видите абзац сохраняется облака через блокнот там что-то у нее бывает и он как-то вот что-то может неправильно трактовать там то придется там уже текст править самым днем вот так что здесь получается что видите вот такие взаимодействия с помощью с текстом но такие проблемы здесь встречаются теперь но все-таки дизайн достаточно мощная программа и в нем работы с текстом все-таки предпочтительно хоть и из него сложнее ночи к тексту выбрать но через блокнот да я могу сюда control в как видите control а control c иллюстратор control v вот и дальше с ним работы без проблем да вы здесь в общем-то через блокнот будет у меня такое спасение но с текстом до работаю видите проблемы немножечко получается но с другой стороны то что я могу работать с текстом значит у иллюстраторе и возможности дизайна они все-таки немножечко в разных категориях лежат и здесь видите я не могу так просто сделать такие многоталоночные многостраничную верст мне придется довольно много усиленно это потратить вот еще и дизайне нравится в таком плане что например я делаю материал и например мне нужно методичку по что имели решил забабахать вот ведь вот такой текст идет вот но даже или вот такой например текст идет поскольку ручную можно форматировать такой текст ну довольно таки много наверное да я сейчас вот так скопирую ставлю блокнот control v вот он идет заново скопирую control c и размещу здесь например на какой-нибудь последней странице но с точки зрения форматирования в дизайне конечно очень здорово работает система регулярных выражений и принципе те кто работали с ним со стилями в общем-то интенсивно мне здесь есть набор стилей я присваиваю стиль так и пожалуйста раз как он полностью автоматически полностью автоматически все автоматизировано вот если зайти в параметры этого стиля то здесь вы видите греб ставил который применяет различные символьные стили к различным комбинациям здесь выуживается название атрибутов там разные варианты есть значение атрибутов содержимое тега это все выуживается к ним применять соответствующие стиле и получается автоматически я получил вот такое тоже оформление то есть дальше я методичку работы просто код беру хоба применил стиль и все вот в этом отношении конечно и дизайн конечно далеко ушел от предыдущего программы иллюстраторы фотошопа но это что касается работы с текстом ну никто из как бы не обсуждает вот такие вещи тоже принципе в иллюстраторе можно такие схемки тоже сделать но все придется вам вручную в общем то рисовать и конечно одной из самых замороченных иллюстраторе вам эта работа с таблицей вот если работа с текстом у меня идет здесь на природу какая таблица но в иллюстраторе ее сделать конечно можно но а что будет если я в дизайне и сделаю если она мне таблицу нужно в иллюстраторе может быть такая необходимость таблица в иллюстраторе нет я веду вообще вам в иллюстраторе нужно таблица и в принципе у вас допустим прайс лист какой-то идет там или еще что какое-то оформление и в иллюстраторе ну таблицу конечно можно рисовать из линий понимаете да то есть прямоугольник куча линий там да и все так расчертить но но у вас есть indesign и тогда вы можете принципе взять вот эту табличку выделить отсюда то я копирую и вставляю сейчас в иллюстратор control в какая прелесть что-то не очень да что-то как-то как совсем грустно то может попросить как объекты скопировать отсюда что-то он там на какой-то шрифт рогнул снова ведь результат же текст остался текст кому здесь он что-то такой в кривой перевел я тут не очень было почему-то наверное чуть там со шрифтом не прошло и так думаю а так вот правда здесь вот вот эдита куда-то делся так и сползло видно что-то он не смог тут интерпретировать скопирую еще разок попробую вставить туда control в сам текст outline хорошо а если его сейчас например сделаю другим шрифтом хотя мерят проводе идет здесь везде вот эти отчет ему там помешало в настройках здесь настраивать нечего уже потому что мы тут как бы это песенка и такой подъекту клипборд конечно могу попробовать отключить вот эту настройку не создали стать вряд ли связано видите здесь просто что-то он переводит в кривые ну это точно не сработает видать то есть я снова настройках так как это не здесь было у нас головой дизайне и борт хендлинг и вот я ему то штук вы сейчас отключил водку и копию pdf клейборд и видать проблема с тем что иллюстратор не совсем корректно pdf этот распознает и поэтому он сейчас не совсем правильно интерпретировать нет в основном он а кстати вот эти так прошел вот он здесь при сейчас нормально прошло с третьего раза и поэтому получается что я могу вот эти например тексты кстати из-за дизайна иллюстратор этот текст вот как блок как видите сейчас прошел помните там проблемы были да вот сейчас все нормально прошло вот стоит причем настройки конечно вот этот конструкция попробую отсюда скопировать из дизайна в иллюстратор но все нормально все как должно быть вообще один к одному до идет сейчас это как бы вот этого настройки сейчас я уже бы это в индизайне я уже боюсь и трогать в том режиме работы либо хендлинг это вот это вот копия пдф клейборд и как бы это вот отключена вот и принципе сейчас все прекрасно как видите проходит отсюда приходит в иллюстратор но я напомню это мне из иллюстратора текст не получал свой дизайн за дизайн иллюстратор как видите текст в общем ничего так идет живенько так и принципе сейчас вы видите что текст прошел без проблем но если смотреть конечно стиле сейчас например параграф стайл видите никаких здесь стилей не пришло если смотреть мы дизайне то здесь все на стиле находится там стиле не транспортировались туда и поэтому получается что да и оформление получил на стиле мне придется делать как заново если конечно хочу вот ну тоже вот такая табличка идет это самая обычная таблица и я копирую иллюстратор уже с более спокойной душой и видите все нормально прошло но здесь таблицы нету то есть данном случае если разобрать эту конструкцию это просто видите набор объектов идет идет общий объект я могу перекрасить его это просто набор текст то есть таблица как таковой здесь нет и я могу всю конструкцию скопирует туда могу вот эту табличку скопирует тоже вот она прекрасно прошла кстати а если отсюда возьму там подправлю элементы структуры 1 например и допустим вот эту часть и закрашу другой цвет какой-нибудь там допустим и обратного дизайн забросить он функция и теперь на последнюю страницу и дом где ничего не жалко и сюда control в так смотрим это у нас похоже что группа разгруппируем что это это текстом стоит прямоугольник как видите конструкции табличная она не таблица но обратно прошла и без проблем сюда но все это по отдельности ух ты смотри какая прелесть у меня теперь так затем есть сомнения текст лето поскольку весь ничего не выдает это уже не текст это уже набор кривых идет о как но вот видите что он этот раз он на это раз и перевел в кривые ну молодец почему бы ему не сеть не перевести в кривые он давно этого не вот поэтому принципе я могу в иллюстратор поместить в общем-то без проблем из иллюстратора вы дизайн как видите разные проблемы интересного разного плана возникают и поэтому здесь конечно надо четко сознать чего же вы хотите но с другой стороны а как я мог поместить вот этот текст например из иллюстратора дизайн по-другому вот у меня же сейчас это идет иллюстратор да а если я попробую ну через блокнот мы не говорим то что нас форматирование все сядет если я дам команду например экспорт и сохранить его в каком-нибудь формате ну например но если например сохраню формате eps там или и я же получу просто картинку вот это да я не могу редактировать ее вот поэтому я вариантов здесь особо получается нет то есть через буфер обмена тогда у меня она приходит видео таких объект виде кривых если я сохраняю формате я получаю единую картинку внутреннюю текст наверно будет без проблем но снаружи как бы нет вот и получается сейчас что у нас получается что у нас вариантов не так много чтобы из иллюстратора поместить в индизайн и из индизайна в иллюстратор все проходит просто на ура я к чему клоню вы знаете такое впечатление что иллюстратор у адоба выполняет гороспасующую роль то есть она такой переходной между дизайнами и другие программы потому что все таки через иллюстратор более гладко получается но фотошоп и не рассматривают кстати а что будет если из-за дизайна поместить вот эту табличку фотошоп и перед вами векторный смарт-объект здесь проблем с ним не будет но это у нас единый объект идет и для его редактирования должен правой кнопочкой нажать дать команду edit contents вот и в этом случае он меня при адресует автоматически в куда мне перед рисовал в иллюстратор в дизайн он никогда не переадресует а в иллюстратором переадресует вот то есть все объекты которые были вставлены любым способом фотошоп из-за дизайна из иллюстратора и так далее виде вектор smart object они редактируются только через иллюстратор и никак по-другому вот так что здесь вот такие моменты возникают с ним и в принципе когда мы редактируем вот эту информацию то я сейчас показывают эту связку и принципе она видите на одних версиях может стать это глючит на других версий другому глючит вот руками разводишь но как бы будьте осторожны конечно и рассчитывать на то чтобы все сразу заработать я бы не стал просто видите проблемы здесь есть при взаимодействии вот теперь еще такой момент и в принципе из иллюстратора в дизайн также бывает необходимо перебросить вот почему вот например вот мне есть какой-нибудь красивый смайлик вот например ведь какой довольный довольный но посмотрите вот у меня есть такой смайлик но например я хочу его потом сделать больше меньше и так далее вопрос ко всем и вам тоже какие действия должен сделать вот чтобы потом в индизайне я мог его ну как бы любого размера использовать хоть на всю страницу нет да вот ну допустим без фона что должен сделать вебинар вы как думаете подумайте а я вас пока посчитаю кто у нас есть потому что тут вопрос сложный кто у нас здесь есть наталья у нас одна очница и вы у нас после надо так это вот так вот а теперь надо понять кто у нас тут есть начнились такое маленькое окошко так александр она у нас есть сергей барашкин есть у нас нет чушьи не только маленькое кошки сделали ничего не видно а есть барашкин сергей белкин родион люди нету спасибо их был 50 человек шутерты о что я нашел где-то увеличивается окошко белоусы вам отсутствует потом так проще отсюда александра дубовицкая александр дубовицкая александр дубовицкая есть потом так антасия гончаренко гончаренко вот потом барашкин сергея по-моему за отметил елизавета елизавета ваш кивич исключено есть он так так родина потом наталья там никита сиренка сиренка есть никита так и светлана да вина так виктория это хороший вопрос мы будем считать что дудник виктория так максим богданов богданов максим пелли кушин это у нас в конце вот так ну вроде всех посчитал ну в принципе здесь чисто для учета так ну и чего у нас есть ответ на вопрос или нету что с этим делать сохранить епс так нет ну это здорово конечно но самой важной операции пока не сказано итак еще разок у нас есть вот такая страничка у нас есть маленькие и вот эта картинка как вы понимаете она растровая но я то хочу ее масштабировать сколько захочу да и тогда я могу копировать и вставить в иллюстратор контроль что еще должен сделать с ней как-то операция называется раз ты это викторизовать закона такая операция имидж трейс трассировка наверху кнопочка вот она имидж трейс я нажимаю ну не очень я включаю режим трассировки ну допустим low fidelity низкое качество посмотрим может мне низкого качества горло хватит но принципе нормально меня устраивает но трассировка к сожалению она всегда выполняется плашками то есть ровными областями и не умеет работать градиентами но теперь этот объект я могу как угодно масштабировать правда сейчас там есть лишние части например белая часть чем хороша хороша программа иллюстратора конечно это вот адобов с молодцы она позволяет очень легко увидеть есть там белый фон или нет я захожу меню в включая шоу транспорт сигарет сетку прозрачности вот он белый фон вот но сейчас у меня результат трассировки и я могу команды экспант вот трассировки наверху здесь у меня идет вот все настройки экспант разобьет уже на отдельный объект я нажимаю экспант разбиваю на отдельные объекты вот это скорее всего группа поэтому я сразу раз группирую может быть даже нет вот один раз хватило и белый фон я удаляю вот у меня такая симпатяшка получилась теперь я могу этот объект control c и и вставить в дизайн control c и раз какая тут пошли еще проблемы и они проблемы так другие вот но в любой в любом случае я могу эту картинку кстати почему эту проблему немножечко непонятно что-то ему там мешает какая-то видать там есть еще бяка можно экспант еще разок сделать на всех случаях так клипинг маска у нас нету на всех случаях сгруппирую но с другой стороны мне в принципе этот объект не обязательно должен нужен не хочет он а епс импорт так а теперь смотрите фокус-фокус файл хендлинг опять плейборд хендлинг включаем у приверху prefer pdf when пейстинг вставляю edit-paste оба вот вот да кстати Наталья вы со дизайном работали так у меня такой вопрос почему мы сейчас можем видеть такое плохое качество картинки в люстраторе оно хорошее видно вот оно хорошее качество да ровненькие линии идут а здесь вот такая бяка в индизайне как вы думаете нет все проще по умолчанию в индизайне работает режим display performance typical typical вот сейчас же у меня это идет как цельный объект а не как кривые для него и я включаю high quality пожалуйста все изумительно вот и вот пожалуйста вот такой у меня объект получился вот я могу его с control shift уменьшать как видите ой это я уже содержимое ползло и проблем нету это векторный объект я могу его увеличивать как угодно без потери качества ну конечно сильно влияет результат трассировки что мы там получили вот вот ну как бы вот видите все достаточно неплохо прошло вот просто я если честно этот прием сплошь до рядом как раз применял для вот этой самой методички вы видите здесь вот такие фигурки да вот ну где нужна трассировка она выполняется где не нужна в принципе она и не нужна просто объект на задний план положить и все дела вот и поэтому в принципе вот такое взаимодействие через иллюстратор оно происходит очень даже мило вот и в принципе конечно если бы была сложная картинка то трассировать фотографии это безумно безумное дело а вот такого типа картинки логотипчики самое оно через трассировку пропускать и через буфер обмену как видите я туда загнал вот для полиграфии проблемы здесь то что непонятно цветовая модель то есть я сейчас это сюда положил конечно в индизайне эту картинку но а я сюда я сейчас положу еще раз вместо вот этого control v вот она идет но смотрим панельку links ее естественно здесь нету это векторная картинка смотрим инфо панель что есть ничего нету а какая то твоя модель у нее не понятно совершенно rgbit смик да то есть если что не так мы не знаем как она будет пересчитываться что с черной краской будет для полиграфии я имею ввиду поэтому конечно и буфер обмен для полиграфии не приемлема такая работа но для полиграфии принципе так все проблемы понятно как работа через файл плейс и прочее если для веба то вам принципе не нужны эти лишние действия можете прямо напрямую так вот работать с ними и все прекрасно у вас будет получаться вот поэтому получается что для оперативной работы для на каких-то материалов дополнительных там разного плана вы можете быстро через буфер обмена перегонять материал но видите бывают разные косяки и в основном косяки как видите если вы запомнили были связаны с настройкой вот это клип борт хендер вот это самый первый опции prefer pdf она иногда нужна когда вы знаете я как сказал она принципе не нужна чаще всего когда вы работаете но когда вы начинаете сталкиваться с проблемой я еще разу подключил вот и заново копирую картинку из иллюстратора control c и помещаю сюда control v когда вы ставите с проблемой что он не может из буфера обмена поместить и вот за такой ошибки то проблему ищите именно вот в этой настройке прибор хендеринг вот prefer pdf вот и она когда я сейчас я отключил видите все нормально прошло без проблем вот такая хитрая настройка в индизайне а так видите что из индизайна в иллюстратор photoshop не проблема проблема в индизайн загнать как ни странно через буфер обмена он очень любит когда вы все таки используете операцию file place для размещения а не copy paste в общем то так ну в принципе наверное на сегодня хватит я надеюсь у вас такая же веселая физиономия когда вы налюбовались на мои манипуляции с этими материалами посещайте наши рекламные вебинары будем надеяться что они вам принесут пользу а 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